где абсурдность амбиций покорения Вселенной вместо наведения порядка на собственной планете и вызывающая у Творца в лучшем случае насмешку, показатель научных достижений. В эпоху, где верность идеалам и благородные поступки больше не делают человека героем, а оборачиваются переменами в жизни чаще не в лучшую сторону. Где во главу основополагающих направлений человеческого бытия положен эгоизм, гордыня, личная выгода, где добродетели относят к архаизму и считают признаком слабости. Туда, где с выгодой предавший легко успокаивает совесть с ребрениками и уж точно не вынесет себе приговора иуды из Карелока касть через повешение. Воробьевай! Где талант убедительно лгать публично, подменевший собой искусство риторики, способен законно вознести гражданина на вершины власти. А шедевром считается черный квадрат художника Малевича. Этот гимн преисподним. Почувствую чей-то взгляд я обернулся, но никого кроме скульптур не увидели. Однако ощущение, что на меня смотрят, не проходило. Сквозь взглядом по лицам кариатит, композиция расположена так, что покидая музей, миновать ее невозможно, я замер в оцепенении. По мраморной щеке одной из них, сверкнув, скатилась живая человеческая слеза. Я невольно отшатнулся. Выражение лиц у всех кариатит стало одинаково спорным. Казалось, они оплакивают насильственную разлуку со своей сестрой, вызывая к состраданию помощь. Сердце мое спазматически сжалось. Воображение, разбуженное студом и сочувствием, плакали зайчики и детские лошадки, летящие на расписных блюдах гуси, грациозные львицы, кудрявый юноша, молодая афинянка, пастух, мужественные воины, их великолепные кони, даже жлежалостные кентавры. В ушах стояли сдавленные стоны и нервное ржание. Всех объединяла боль за скорбь, узаконенную людьми несправедливость. Не плакали лишь бездушные копии с оригиналов, находящихся в британском музее. Волна жгучего стыда, перед творениями которыми только что восхищался, за равнодушие и корысть, присущие ныне живущим поколениям, погнали меня к выходу. Вот она, назначенная свыше платок за грехи тобой несовершенные. От былой гордости за принадлежность человеческому роду не осталось следа. Оказавшись на улице, словно в бреду я шел, не разбирая дороги. Очутившись у подножья филопапу, с болью посмотрел на Парфенон. В 17 веке турки превратили его в пороховой склад. Страшный взрыв в результате пущенного с вершины холма венецианцами снаряда сильно повредил это гениальное творение божественного духа и человеческих рук. В начале 19 века француз де Шуазель Гофье вывез в Париж один из фризов Парфенона в процессию Пана Феней. Ника Самофракийская, Венера Миловская, Артемида, Погиня Охоты, также находится в Лувре. Английский посол Лорд Эглин довершил злодеяние. Эти любители античности ограбили беззащитную, покоренную чуждыми культурой османами страну. Вывезли с культуры и почти все из 400 фигур уникального фриза, располагавшегося по периметру храма Парфенона. А оставшиеся на родине плачут в наш продвинутый 21 век. От разлуки друг с другом, от стыда за человеческую алчность, за постыдное желание владеть и наживаться на том, что создано другими. Поправ законы нравственности, приглушив совесть надуманными аргументами, недостойные наследники тех, кто некогда создал европейскую цивилизацию, ее культуру, жестоко на века разлучили то, что разлучать нельзя, гармонию и красоту. Каждый раз, перешагивая эту черту, человек привносит в мир хаос и оправдание злу. И вот уже руины и жуткие, кажущиеся бессмысленными фрагменты человеческих тел в виде голов, рук, ног, других частей из мрамора остались там, где были законченности совершенства. Каннибализм варваров и эстетствующих мерзавцев. Делита, уподобившаяся скотам-кентаврам, похищающих женщин для удовлетворения своих инстинктов. Моя судьба сложилась так, что мне знаком непроходящий вкус горечи разлуки, боль потери первой Родины, ушедших навсегда близких. Того незабываемого, что окружало с детства и, казалось, будет окружать всегда. Я лишь один из нескольких десятков тысяч, кто гонимый межнациональной войной в начале 90-х годов прошлого столетия с берега понта Эксинского оказался на берегах моря Ельского. Последствия такой участи отчаяния беженца, предательства, обретенных на исторической Родине друзей, двуличия единомышленников и одиночества. Но живительные источники прошлого, их неведомая сила помогает не терять веры, не убивать в минуты отчаяния надежды и не отрекаться от любви. А воля дает силы оставаться преданным этой триаде. Успокоятся ли останки основателя Афин Киркопа, гениального Фидия, души античных мастеров и подмастерий, создавший самый величественный архитектурный памятник на планете и украшавший его скульптурной композицией. Души Перикла и Сократа, Платона и Софокла, великих и простых афинян, живших в этом неповторимом городе. Но главное совесть, для неживущих наша с вами совесть. Нет ничего глупее, чем взывать к справедливости и состраданию, говорит мне разум воспитанной современности. Нет ничего посты неравнодушия и трусости, говорит мне сердце неподвластное время. Вопрос сохранности шедевров Акрополя на их родине решен. Нет ответа на главный вопрос. Вернутся ли домой похищенные варварами шедевры? Перестанут ли плакать кариатиды? Ответ может быть только один. Березая голубизна неба казалась выгоревшей от почти вертикальных лучей или Танин? Давай коричь.